В Михайловском сельском поселении Калининского района началась ликвидация несанкционированной свалки. Всего на территории региона выявлено 635 мест незаконного размещения отходов. И сейчас идет активная борьба по их устранению. А на месте побывал наш корреспондент Наталья Чекет. Общая площадь свалки составляет более 300 квадратных метров, а предположительный объем 70 метров кубических. Основной мусор это строительный. Сейчас началась ликвидация несанкционированной свалки. В январе этого года жители дачного кооператива «Учитель-4», который расположен в Михайловском сельском поселении, выйдя на прогулку, обнаружили незаконную свалку мусора. С вопросом о ее ликвидации они обратились в администрацию поселения. Вот мы отреагировали, определили, на чьей территорию она находится. Заключили договор с ЦАК по вывозу этой несанкционированной свалочки. Вы видите здесь ведра из-под краски, из-под шпаклевки, штукатурочка. Это кто-то ремонтировал офисы. Просто сюда вывез. Очень удобно. Место для незаконной свалки действительно отдаленное. Оно не пользуется спросом у населения. Рядом дачная кооператива, так как садоводческий период еще не начался, прогуливающихся людей здесь можно встретить редко. Установить, кто является организатором несанкционированного складирования мусора, пока не удалось. Конечно, я не понимаю, каким надо быть человеком, чтобы привезти в лес, пускай даже в этот болотистый лес, но привезти вот эти отходы, которые никогда, вот никогда не исчезнут с лица земли. Потому что здесь пластик, потому что здесь вот такие предметы, которые даже раздавить, уменьшить, и то невозможно с помощью техники. Обязанность по ликвидации свалок в каждом регионе возложена на региональных операторов по обращению с ТКО. Основная причина несанкционированных свалок – это игнорирование гражданами и юридическими лицами заключения договоров на вывоз или занижение объемов образующихся отходов. За прошлый год при помощи регионального оператора УЦАХ было вывезено, ну, ликвидировано, около 140 несанкционированных свалок. А в общем, в количестве около 300. Ну, такую свалку возможно ликвидировать в течение одного-два дней. Возмещать расходы региональному оператору за вывоз мусора обязан собственник земельного участка, на котором располагается свалка. Если в установленном законном порядке владелец не предпринял никаких действий, оператор сам ликвидирует свалку и возмещает убытки в судебном порядке. На итоговой пресс-конференции Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре также рассказали о выявленных фактах незаконного размещения отходов. Самое большое количество свалок выявлено на территории Вышнего Волочка, Конаковского и Лихославльского районов. Прокуроры выявляли эти факты, в том числе по обращению граждан. Свалки эти ликвидированы. И по данным фактам расследуются уголовные дела. Мы стремимся к тому, чтобы ликвидировалась свалка, чтобы и виновные лица понесли установленную закону ответственность. Отметим, что чаще всего местами сброса мусора прежде всего являются лесные массивы вблизи населенных пунктов и съезды с федеральных и городских трасс. При обнаружении незаконной свалки информацию о ней можно разместить на интерактивной карте в сети интернет. Продолжение следует...